Ребята, всем приветики! С вами Натали, и вы попали на мой бьюти-канал. А сегодня я снимаю такой тоже новогодний ролик. Сегодня, потому что вместе с вами мы откроем адвент-календарь. Это адвент от Ив Роше. У меня совсем недавно было видео с елочкой, распаковкой подарка. Мы смотрели, что там внутри. Теперь мне очень интересно, что же внутри этого адвента. Вместе с вами мы сегодня откроем все окошечки, посмотрим, какие там попадаются продукты. Ну а в конце видео, когда его досмотрите, обязательно напишите в комментарии свое мнение. Хотели бы вы такой адвент или нет? Подарили бы вы его кому-нибудь или тоже нет? Мне очень интересно ваше мнение. Ну а перед тем, как мы начнем, я советую вам подписаться на мой инстаграм, потому что там я появляюсь чаще, чем здесь. Ссылочка будет в описании этого видео. Если ролик вам понравится, то в конце видео можете поставить пальчик вверх. Приступаем к распаковке. Итак, я переместилась в более удобное положение для открытия адвент-календаря. Посмотрите, насколько он красивый. Мне очень нравится этот орнамент. Золотые шишечки, ягодки, снежок. Это выглядит действительно очень-очень прям празднично. Как открывается календарь? Здесь съезжает, скажем так, вот эта защитная картонка, которая как раз у нас и держит основную коробку. Тут написано и фраше, и так далее. И сзади на этой упаковке есть список средств, которые нас ожидают в календарике. Ну, я сейчас не буду это изучать, потому что не хочется, скажем так, портить себе эту загадку. Сам календарь выглядит вот так, как книжка. То есть он прям двойной, открывается книжечкой. И здесь нарисованы у нас березки, какой-то лес, снова идет снежок. Все настолько красиво выполнено. Итак, давайте аккуратненько его откроем. Надеюсь, у меня получится это сделать. Это надо сделать быстро, потому что там коробочки. Да! Все, получилось. Вау! Ребята, вы только посмотрите на это. Какой он красивый. Господи. Мне прям хочется его сфотографировать. Слишком симпатично все выполнено. Каждая коробочка прям вписывается, словно это лежат какие-то книжки на полке. И сочетание цветов обалденное. Салатовый, темно-зеленый, такой глубокий красный, белый. О, просто красота. Все, давайте, поехали с первой циферки. Номер один коробочка. Что у нас в ней? Вот такая она маленькая. И там что-то прям вообще очень-очень маленькое. Сейчас узнаем. Итак, в первой коробочке у нас оказалась туалетная вода. Вот такой маленький пробник. Называется она Celle d'Azur. Как-то так. Ну, потому что я не очень, на самом деле, умею на французском читать. Сейчас, кстати, пшикну. Понюхаю, что за аромат. Я такой, кажется, не знаю. Уйфроше. Ммм, такой какой-то свежий травяной аромат. Ну, прямо для любителей свеженького. Так, второе окошечко. Тоже красное, но уже большое. Ой, там у нас что-то крупненькое. Открываем. Здесь у нас идет гель для душа и пена для ванны из рождественской серии. Такая красная. Это та самая, которая, кажется, пахнет миндалем. Сейчас я проверю. Да, это та самая пенка, пахнущая миндалем. Очень приятный нежный аромат. Прям-таки на зимние вечера. Цифра номер три. Вот она у нас. Мне кажется, вам отсвечивает. Ну, вот посмотрите, как она переливается. Так, сейчас киска мне на стол здесь залезет. Надеюсь, она не придет в кадр, не будет мешать. Большая коробочка и тоже увесистая. Открываем ее. И внутри, оказывается, это шампунь для увлажнения волос. Для сухих, ломких. Вот здесь написано dry hair. Кажется, у меня из этой серии была масочка от Ifrache. Сейчас понюхаем запах. Так, киса пришла. Пахнет очень нежными полевыми цветами. Приятный, нежненький такой, очень классный аромат. Пора ехать в путешествие мне с такими миниатюрками. Надеюсь, что оно будет скоро. Цифра номер 4. Коробочка достаточно большая, но в ней, как будто, ничего даже не дребезжит. Открываем. Ага. У нас здесь пилочка для ногтей. Скорее всего, для полировки. Хотя здесь, по-моему, несколько сторон. Сейчас я открою, посмотрим. Вот такая, посмотрите, пилочка. Собственно, первая часть более жесткая, чтобы уже пилить сами ногти. И вторая идет, как бы, убирать неровности и так далее. Третья тут уже polish. И четвертая уже, чтобы придать гладкость и сияние ногтям. Вот такая удобная штучка. Пригодится. Цифра номер 5. Ага. Это у нас карандаш для глаз. Botanical Color Jumbo. Он называется. Крайон. И он идет какого-то, знаете, такого баклажанового цвета. Давайте я его вскрою и потестим. Какой-то баклажаново-фиолетово-коричневый. И у него есть небольшой-небольшой такой шиммер. На камере вряд ли он заметен. Но да, в нем есть какие-то маленькие-маленькие такие вот частички блестящие. Так, что там у нас? Номер 6. Вот нас киса прям смотрит. Что-то здесь крупненькое. Вскрываем. И там у нас прозрачный лак для ногтей. Мне кажется, что это укрепляющий. Да, вот здесь, смотрите, написано база SOS Resist, как это называется. То есть это база для ваших ногтей, которая будет их защищать, укреплять. Ее нужно наносить под лак для ногтей. Сначала ее, а потом уже, собственно, цвет. И она поможет не ломаться, не слоиться вашим ногтям. Ну, в общем, такая вот реально SOS-база. Цифра номер 7. Смотрим, что там. Интересно, конечно, все это открывать. И здесь у нас вот такая миниатюрочка. Это идет увлажняющий крем из серии Sensitive Vegetal. Вот такая прям маленькая баночка. Кажется, у меня была полная размерка такого средства. Я прям помню ее очень-очень хорошо. Вот. И такое хорошее средство действительно удобно будет взять с собой. Ребята, цифра номер 8. Ищем ее. Вот, красная коробочка. И там довольно увесистый продукт. Это оказался ярко-красный лак для ногтей. Господи, какой красивый цвет. Я обожаю такие красные. Они немножечко идут в коралл. Они такие чуть-чуть даже электрические. Прям очень заметные. Очень элегантные. Такие броские. И просто потрясающие. Это, наверное, красный, который вот будет всегда в моде. Вот такой оттенок. Кстати, оттенка номер 41. Называется он Garance. Очень классный. Девяточка. Белая коробочка. Блин, так убывает. Даже жалко. И здесь у нас снова миниатюрка. Гель для душа и пена для ванны. Снова из рождественской коллекции. Это тот самый аромат, который, по-моему, да, пахнет чем-то еловым, свежим. Словно вы прогулялись по такому морозному лесу, утреннему. Очень классный аромат. Ребята, дальше идет 10. Вот такая белая коробка. Кстати, открывать на самом деле вот почему-то здесь сделан такой надрыв. Но ведь неудобно как бы открывать. Немножко непонятно, зачем сделано. Ну, чтобы вот так вот, видимо, вот так нажимать и доставать, удобно было, когда еще полностью, что ли, весь календарь заполнен. Непонятно. Так, вскрываем. И здесь у нас идет скраб для всех типов кожи. Скраб гаммаж. И фрошек, кстати, очень классные скрабы. Гаммажи для тела. Я их очень люблю. Кстати, у них еще есть очень крутой скраб для кожи головы. Вот. Он такой кремовый, нежный и тоже безумно приятно пахнет. Я таким пользовалась, поэтому прям советую. 11 в уголочке притаился. И здесь у нас мицеллярная вода из серии Hydra Vegetal. Очень люблю вот эту серию. Вот эта мицеллярка у меня была. Полноразмерная. Блин, у меня почти что все уже отсюда было, но полноразмерная. Она очень классная. Шикарно смывает макияж, не сушит кожу, не щиплет глазки. И она прям, ну такая какая-то деликатная, что ли. Несмотря на то, что она не двухфазная, а обычная, она все равно очень-очень крутая. Поэтому присмотритесь. Тем более в маленьком размерчике вообще супер. Так, 12 окно. Открываем. И здесь у нас снова миниатюрка аромата. Здесь у нас аромат Plain Salel. Классно я так назвала. Сейчас попробуем этот аромат. Ну такой он прям терпкий. Как будто бы взрослый, серьезный. Немного как будто восточный, пряный. Но, слушайте, по мере его высыхания мне нравится. Я вообще на самом деле не фанатка подобных ароматов. Но в нем есть что-то, блин, такое притягательное. Он какой-то секси. Даже секси. Слушайте, мне кажется, если вы собираетесь на свидание вечернее, попшикайтесь. Все, вам гарантирован успех. Ну, я так думаю. Если у вас ничего не получится, не вините, пожалуйста, меня. Мне просто так кажется. Так, 13. Слушайте, здесь прям такое, тоже весомое что-то. Открываем. И это идет Body Lotion. Парфумированный лосьон для тела из рождественской серии. 14. И тут у нас снова гель для душа. И одновременно это средство для ванны. Ну, то есть пенка. Она идет с запахом манго. Это, по-моему, такая более летняя, конечно, линейка. Но она постоянная у ифроше. То есть это не лимитка. И вот такую вы всегда сможете зайти и купить. Пока, конечно, не снимут с продажи. Должна сейчас была быть 15, но 15 нет. Так, была 14. Вот. Я вижу 16. Я, наверное, вместо 5 открыла 15. Все, ребят, простите. Можете ставить дизлайки. Поэтому сейчас вместо 15 открываем 5. Будем считать ее как за 15. Что у нас здесь? Это снова мицеллярная вода 2 в 1. Она подходит для более чувствительной кожи, для сухой кожи. И это идет серия Sensitive Vegetal. То есть вот если вы более чувствительные такие, придирчивые в плане выбора средств, и кожа у вас любит не все, то вот эта линейка скорее вам больше подойдет. Ой, запуталась жесть. Так, 17. Просто я без очков, я говорю. Вот это вся беда. Так, здесь идет маска кремовая 2 в 1. И это увлажнение и питание. Вот такую я еще не пробовала. Будет очень интересно. Кстати, хоть и маленькую упаковку, но здесь прям достаточно этой маски. Аж 30 мл. Довольно неплохо так ее хватит. 18-я коробочка. Сковыриваем. И там у нас нежно-розовый лак для ногтей. Кстати, он идет с небольшим шиммером. Такой немножечко жемчужный. Очень красивый, нежный цвет. Оттенок называется 103 Camelot Nacre. Как-то вот так. Ну, опять же, это на французском. Извините, если что, за мое произношение. Дальше идет 19-й номер, да? 16-й. Ладно, ребята, короче, можете дизлайкать сколько угодно. Я действительно без очков тут. Ну, я открыла сейчас 17. Оказывается, надо было 16-17. Ну, какая разница? Все равно мы все открываем, да? Крем-гель для душа. Но он больше идет как крем. У меня такая тоже была полноразмерная вещичка. Короче, заключается смысл в том, что вы мочите свое тело. Потом наносите вот этот вот крем. Он у вас дает такую нежную, прям мягкую пену. Еле заметную. Она прям такая кремовая. И вы смываете, и у вас как бы получается два в одном. То есть вы и помылись, и одновременно увлажнились. Очень крутое средство. Так, 19. Все, блин, перепутала. И здесь у нас миниатюрочка Hydra Vegetal. Это крем увлажнение нон-стоп 48 часов. Вот такой он маленький. 20-я коробка. И здесь идет крем для рук из рождественской серии. Здесь идет, кстати, 30 миллилитров. Очень удобный, чтобы положить с собой в сумочку, поездки брать. Ну, короче, прям прелесть такая. 21-й. 21-й коробок. Оу. Это делает гель для душа и пена для ванны. Кстати, вот эта серия тоже довольно новая у Ифраше. Называется она Allergan and La Rose. Вот. Она прям пахнет так пряно, всякими цветочками, розочками, как будто шиповником. Ну, прям растительный, очень классный аромат. 22. Ой, осталось всего три коробочки. И здесь у нас лак для ногтей. Ого, какой красивый цвет. Он прям подойдет на Новый год. Такой винный, насыщенный, немножечко коричневый, шикарный. Оттенок это 43. Называется он Serious Noir. Вау. Я прям влюблена. 23. И здесь гель для бровей. Eyebrow Mascara. У меня тоже такие есть. Я даже не буду распаковывать. Может быть, это пойдет в какой-нибудь бокс, который я буду разыгрывать. Это, кстати, полноразмерное средство. Миниатюрок не бывает. То есть, оно такое, какое должно быть. И оно здесь в оттенке 02, этот гель. Там очень удобная такая щеточка, чтобы расчесывать и одновременно красить волоски бровей. И последняя, 24-я коробочка. Здесь идет у нас жидкая помада Grand Rouge Lexir. Она идет в оттенке 102. Посмотрите, красивый цвет. Тоже я не буду его, наверное, открывать. Хотя, блин, давайте откроем. Розово-такой персиковый тон. Вау, красивый. Такая она прям крема. Какая она приятная. И пахнет очень тоже классно. Нежный аромат. О, шикарная помада с красивым цветом. Вот все, что было в адвент-календаре и фраше. Все средства. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вы считаете достойный календарь. Могли бы лучше или так себе. Напишите свое мнение. Как вы видите вообще наполнение достойное календарика или нет. Мне, конечно, все это послужит для путешествий, для поездок. Ну, потому что в основном здесь миниатюрки. И это очень удобно брать с собой. Мне было очень интересно, конечно, его открыть вместе с вами. Надеюсь, что вы получили удовольствие. На этом все, ребята. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Кстати, ребята, совсем скоро у меня выйдет еще одна распаковка адвент-календаря. Вы узнаете, что это за бренд такой. Но он очень-очень известный. И, скорее всего, этот ролик выйдет следующий за этим. Ну, и все. Я вам желаю хорошего настроения. Мы с вами увидимся очень уже скоро. Пока-пока! Продолжение следует...